Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградовству и виноделию. Зовут меня Светлана. На календаре у нас 1 сентября, и мы начинаем смотреть урожай. Сегодня это будут новинки столовых сортов винограда. Вот то, что у меня за спиной виноградник был заложен в 2021 году, то есть всем лозам третий год. Но кое-что посмотрим и посадки прошлого года. Прежде чем мы начнем, маленькое лирическое отступление. У нас тут два дня был, можно сказать, армагедез, у нас были бури, у нас были дожди. За забором у нас сломанные ветки, и не только за забором, на нашем участке тоже. Так что мы не просто посмотрим наши урожаи, но еще посмотрим, как наш виноградник пережил все эти непогоды. Сегодня краткий обзор. Подробное описание форм, но будем потом выпускать и делим, потому что всего много, и в один ролик это будет слишком длинно. Итак, начинаем. Полонез 50. Вот такая красота. Такие огромные грозди. Их тут сколько? Ну, две таких совсем крупных и две немножко поменьше. Крупная ягода, красивая. Целая, никакого треска. И на сегодня полностью готов. Хрустящая ягодка, приятный гармоничный вкус. Черный хрусталь, кишмиш. В прошлом году он уже плодоносил, ягода была несколько крупнее. В этом году чуть помельче. Ну, с другой стороны для кишмиша, да, они такая уж и маленькая. Вот, смотрите, ягода без косточки. Ну, чуть-чуть, пока ему сахарку дотянуть. После дождя ягода целая. Ну, вот, смотрите, вот это еще и в грозди. Прима Украины. Две гроздочки. Раз, два. Прекрасное опыление. Шикарная крупная ягода. На сегодня полностью готова. И тоже все целенькое. Вкус, конечно, потрясающий. Это у нас пестрый. Гроздочки скромноваты, но на сегодня полностью готов. Вкус приятный мускат. Это у нас краса балок. Ну, к сожалению, да, в этом году всего лишь вот такая маленькая. Сигналочка еще не совсем готова. Брависсимо. Вот такие красивые грозди. Еще есть и на той плоскости. Ну, конечно, опыление разное. Да, такая средняя ягода, тем не менее. Есть и вот такая на этой грозди. Интереснее, да, такое, более крупные. Ягода готова. Единственное, что, ну, вот после дождей чуть-чуть водянистый вкус. Да, чуть-чуть размылось. И смотрите. Ягода вот этого размера абсолютно без косточки. Вот, он же с другой стороны. Это у нас сигналочка подарок не святая. Достаточно крупная ягода. После дождя целая. Полностью готова. Вкус приятный, тонкий мускат. Единственное, что тоже после дождя чуть-чуть водянистая. Думаю, что день-два она восстановится. Можно будет срезать и съедать. Это у нас шарада. Грозди небольшие. Но зато ягоды такие крупные. Она уже в прошлом году у нас плодоносила. Но ягода была помельче. В этом году ягода крупнее, интереснее. Ну, здесь, это вот одна гроздочка. На той плоскости есть еще две. Вот, смотрите, раз. И вот там в трои еще одна. Тоже на сегодня полностью готова. Уже полностью готова. Пару дней назад было. Нужно было съедать. Просто есть, что есть. Поэтому пока висит. Часто жалуются, что шарада трещит. В прошлом году, несмотря на дожди, она у нас не трещала. А в этом году, в этот дождь, который позавчера бы не треснуло, ну, был где-то единичный, там, маленькая трещинка. Но ягоди сейчас, наверное, не найду в предыдущие дожди. Все. Больше, как бы, ничего нет. Не критично. И у нее реально ранние сроки. Здесь у нас в листьях в траве затаилась белоснежка. Но, судя по всему, плодоношение из замечающих почек, потому что совсем еще не готова. Ну, к сожалению, такая весна была. А это у нас бажена. Гроздик, конечно, не ахти. Ну, это не единственная. Покажу еще одну. Зато размер. Монстры какие-то, а не ягоды. Ну, вот здесь еще одна гроздочка есть. В общем, интересно, что, смотрите, здесь ягодки остренькие, а там я показала такие более округлые. Ну, еще пока не готова. Кисловата. Вот эта красотинь у нас. Это роза ранняя. Две грозди. Сейчас уберем. И все, чтобы тут лучше было видно. Видите, мы тут не особо что освещаем. Смотрите, какая красота. И размер, и цвет. Все при ней. Даже тут немножко слизни на нее нападают. К сожалению. Но им тоже вкусно. Я бы сказала, что уже готова. Приятный такой вкус. Как мне кажется, какой-то фруктовый. Но охарактеризовать точно, что вот именно вот такое сложно. Ягода готова. Можно есть хрустящая, очень сочная такая. Прям взрывная. Это на самом деле не новинка, но очень хотелось показать. Кишмеш запорожский. Вот такие классные грозди. Дали ему свободу. На даче он не очень опыляется. А здесь прям вот такая красота-прекрасота. И по срокам он, несмотря на то, что позже красился здесь, чем на даче, но все, он уже готов. Имеет свой мармеладный приятный вкус. Вот такой вот красавчик. Это у нас хелена. Насколько я помню, в прошлом году плодоносила. Но пока покажу эту грозь. Там еще парочку есть. Но это самая красивая. Ну-ка, довольно крупная ягодка. Желтенькая, красивая. Аккуратненькие гроздочки. Вот, смотрите, здесь, там и там гроздочка. Вот та, которую я вам показывала. Но еще немножко ей надо повисеть, добрать. Ну, а вот это очень красота. Ну, очень красота. Кстати, тоже не единственная гроздь. Смотрите. Вот там еще есть. И на второй плоскости есть. Это арабелла. И вот здесь есть. И вот это, как все выглядит. Конечно, еще не совсем готово. Но зато такой внешний вид очень впечатляющий. И тоже вот про предыдущие несколько не сказала ничего. Ну, и здесь никакого треска нету. Все абсолютно целенькое. А здесь еще, смотрите, как шикарно зреет лоза. Это у нас черная изюминка. Гроздочки скромненькие. Вот еще есть. Вот. Тоже, смотрите, по ягодке все целенько. Ну, вот маленькую порвало. В остальном все везде целое. Ну, как по мне, ягода уже готова. Единственное, вот чуть-чуть, как бы дождем размолочь, чуть-чуть вот она водянистая. Ну, и так. Дело пару дней. Это у нас красотулька дынька. Такие крупные ягоды в мешочке. Потому что на земле очень слизни здесь идут. Поэтому прячем от слизней. Вот такая вот красивая. С красивым окрасом. С красивым, хорошим размером. Тоже после дождя все целое. Ну, во вкусе уже такая неплохая ароматика чувствуется. Чуть-чуть пока размуты дождем. Я думаю, что пару дней и будет она готова. Здесь у нас дарвика такая красотулька. Тоже вот чуть выше еще одна гроздочка есть. Очень красивая внешняя. Но еще немножко не готова. Как бы кислоты-то уже нету. Но особо и сахара нету. Потому что неделя и будет все хорошо при хорошей погоде. Это у нас сонаджелики. Кстати, посадка прошлого года. То есть кусту второй год. Но поздно весной проснулась. Поэтому пока еще не готова. Но в итоге как созреет, тоже покажем. Это у нас богема. Гроздочка одна. Гроздочка скромная. Но зато очень красивая. Ягода, цвет. Все здесь так хорошо. Но пока еще не готова. Надо повисеть. Это у нас Наташа Ростова. В прошлом году она уже показала урожай. Мы ее попробовали. Но в этом тоже вполне неплохо. Там еще прячется в глубине куста. Гроздей. Единственное, что особенность сезона. У них разная степень созревания. Вот эта вот гроздочка. Вот эта вот красотулька розовая. Она готова. Здесь, конечно, не самая крупная ягода. Она может быть крупнее. Но для этого года, для молодого куста. В общем-то результат неплохой. Вкус очень приятный. Нежный, с тонким мускатом. И вот эта гроздочка уже готова. А еще у Наташи прекрасно зреет лоза. Просто шикарно. Оно по кусту даже видно. Да, что? Вот. Как оно вызрело в прошлом году. И весной сохранилось. И черенков мы смогли с нее нарезать. И саженцы с нее выросли. Причем вообще все черенки 100% укоренились. Такой очень, скажем так, жизнестойкий сорт. Ну, тоже ягода вся целая. Это у нас Нельсон. Есть еще гроздочка на второй плоскости. Но она небольшая. Красивая крупная желтая ягода. Камера всегда показывает в более зеленый тон. В реальности все как бы более желтенькое. Вот такие вот красотульки. Достаточно крупные. И уже полностью готова. Ягодка сладкая. Очень сочная. Приятная на вкус. Конечно, вот эта вот гроздочка более верхняя. Ну, можно еще там пару дней повисеть. Отломала ягодку. А вот эта нижняя, она уже полностью готова. Какой-то есть в ягодке легкий аромат. Но сложно охарактеризовать. Тем более, что после дождя есть немножко нюансы. Ну, они есть на всех формах. Потому что все-таки большое количество влаги. Несколько вкус размыло. Оскар поздно стартовал. Но пока еще даже не совсем до конца окрасился. Ну, такие очень прикольные ягоды. С таким интересным носом. Это у нас бруна. Вот здесь темная гроздь. Дальше есть еще. И вот там. Да, позже почка открылась. Поэтому там еще не до конца созрела. Чуть-чуть потрещал в прошлый дождь. Такие вот красивые компактные ягоды. И, в принципе, видите, все равно это не критично. Как говорится, тут еще нам поесть тоже будет. И, в общем-то, я бы сказала, что ягода готова. Приятный гармоничный вкус. Ну, с такими характерными тонами для темной ягоды. Вот эта красота. Это у нас урум. Вот такая обалденная красивая гроздь. Ну, с достаточно крупной ягодой. Грозди здесь такие две. Вот еще одна. Но достаточно поздно стал краситься. И пока еще не готов. Это у нас китайский кишмиш. Белое куриное сердце. Есть в теплице на прививке. Тоже покажу потом отдельно. Несколько вот таких аккуратненьких гроздочек. Приятный мускатный вкус. Чувствуется он уже. И интересно, что по созреванию в теплице и здесь, ну, практически он одинаковый. В теплице единственная гроздь. Немножко как бы красивее. Такая вообще калиброванная. Одна в одну. Смотрите, шикарная зреющая лоза. Приятный мускатик. Вот чуть-чуть сахарку добрать. И будет вообще замечательный. Это у нас китайский сорт. Большой монумент. Такие вот крупные ягоды. Но еще немножко не до конца окрасились. Здесь у нас кишмиш северный медовый аромат. В прошлом году была гроздочка. Попробовали. Ну, в этом году уже поинтереснее. Это вот с одной стороны. Вот еще с другой. Здесь уже грозди такие. Ну, поплотнее, покомпактнее. Ягоды без косточки. С тропическим ароматом. Ну, немножко ей еще надо повисеть. Кишмиш красный. Как по мне уже готов. Очень хрустящая. Такая прям хрустящая-хрустящая ягода. Сладкая. Вот прям совсем сладкая. Там не грамма кислоты. И приятный мускат на вкус. Мускат гурманный. Смотрите, что здесь. Это какой-то монстр. Вот какой-то монстр. Большие, крупнющие, красивые грозди. Зрелая лоза. Ну, просто красотень. И это третий год кусту. В бурьяне. Без разгонов. И всего прочего. Ягода сладкая. Приятный, тонкий, нежный мускат. Единственное, что в этом ролике я уже говорила неоднократно, ощущение немножко размытости. Вот такая вот красотища. То есть не треска вообще ничего. Прям душа радуется. Переходим к второгодкам. Вот то, что мы будем смотреть сейчас. Эти растения были посажены прошлой весной укорененными черенками в прямом смысле этого слова. С кельчеватора сразу они пошли в землю. Кроме того, эти кусты просыпались в этом сезоне очень поздно. Но, тем не менее, кое-кто из них уже показывает урожай. Вот здесь у нас гамлет. Ну, правда, да. Гроздочка скромная. Четыре ягодки всего лишь начинает краситься. Будем смотреть. Есть тут вот посынковый урожай. Ну, понятно, что посынковый урожай не вызрит. Ну, такая сила роста просто монстр какой-то. Здесь у нас княжна. Тоже небольшая гроздочка. Окрашивается. Здесь у нас кишмишка очела. Вот тоже гроздочка маленькая. Пока даже не пробую. Хотя, судя по цвету ягод, она может почти готова быть. У нас модница Калугина. Кстати, две гроздочки. Здесь одна маленькая. И вот такая чуть побольше. Перцовый красный. Ну, чуть-чуть треснул. Здесь крот его подрыл и прям зарыл в землю. Поэтому видно, что ягода такая вот грязная из земли. Треснула. Ну, к сожалению, как есть. Старогодками закончили. Но и это еще не все. Идем в школку. Тут, конечно, темный лес. И сюда еще нужно как-то прорезть. Смотрите, здесь какая красивая белоснежка у нас. По созреванию, по вкусу пока ничего не говорю. Потому что школка это месяц еще. То есть, понимаете, когда те уже цвели, да, школка еще прорастала. Поэтому здесь сроки гораздо позже, уже по финалу там, скажем, по вкусу. А пока просто показываю, что вот есть плодоношение, есть гроздей. Вот здесь у нас парфюм-загорулька. Тут уже несколько гроздей, кстати, вот, которая больше освещается. Да, вот она уже немножечко и желтеет. Это у нас забава, не новинка. Но, тем не менее, вот как она выглядит. Да, вот. И при этом ягода уже съедобная. Сладенькая, чуть-чуть можно ароматики подобрать. И это в школке. Это у нас аватарчик. Ну, не на всех ягодках. Вот там видно его характерный пупсик. Ну, конечно, он еще зеленый. Повторю еще раз, что школка это минимум месяц. Разница сроками с обычным грунтом. Это у нас гроздочка басанти. Но еще не до конца окрасилась. Вот такая гроздочка казановы в школке. Вот, кстати, бровисимо в школке красится. Смотрите. Вот такой он здесь. Это бананас. Пока не пробую, но ягода уже желтеет. Вот еще один бананас, тоже с гроздочкой. Здесь у нас окрашивается черный коготь. Вот, кстати, Дарвика в школке. Да. Красавица. На сегодня наш обзор завершен. Возможно, в школке есть кто-то еще. Но вот, что представляет собой школка, там можно заблудиться. Поэтому уже сильно далеко и глубоко я не резла. Найдем кого-то еще, обязательно вам покажем. Тоже, когда это все полностью созреет, обязательно вам покажем. И напоследок, когда у нас спрашивают двухлетки, вот мы двухлетками не занимаемся. У нас вот такие однолетки. Что с ними делать два года? Это просто нереально и не имеет никакого смысла. Подробный обзор форм будет. Но будет попозже. Будем выкладывать постепенно. Потому что это очень большая работа. Все это снять, написать, смонтировать. Но все будет в свое время. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!